Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. В сегодняшнем видео я посвящаю ароматам моего мужа. Их не так уж и много, и в основном все эти ароматы я ему дарила когда-то. Он небольшой фанат парфюмерии, он никогда не пойдет, себе ничего не купит. В общем, это мои подарки, но я рада, что они ему нравятся и что он их носит. И начну, наверное, с нового его аромата. У него вот прям на днях было день рождения, я ему подарила духи. Я ему дарю духи где-то раз в два года, не чаще, потому что он пользуется очень мало, очень редко, по чуть-чуть. Не любит, когда очень сильный шлейф, не любит, когда духи очень такие насыщенные, густые. То есть ему нужно совсем капельку. И в этом году я металась между ветивером от Фредерико Маля, а ветивером от Лилабо. И Джаз Клаб от Реплика, от Майзон Марджелла. В результате я купила ни то, ни другое, ни третье. Я купила аромат от Лилабо, который называется Пачули 24. Я вот вам покажу просто в коробке. Он прям вот новейший. Но он уже активно пользуется. Вот такая идет упаковка у Лилабо. Очень все так крафтово, очень спокойно, чисто, экологично, стильно, просто. Мне это очень нравится. Аромат идет вот на такой бумажке. Вот сам наш пузырек 50 миллилитров. Больше ему не нужно. Внутри такое вот маленькое письмо с благодарностью мне. Thank you. Спасибо. Ну и немножечко о компании Лилабо, что они там из себя представляют. Сейчас я не буду говорить о компании Лилабо, а расскажу о аромате. О аромате Пачули 24. Когда я разнашивал свой тревел-набор, не тревел-набор, а знакомительный набор Лилабо, буду так, надо подправлять, оно чуть-чуть сползает. Мне он безумно понравился, но не на мне, абсолютно не на мне. Но я запомнила, что муж как-то сказал, что вот этот вот прям вообще классный, по-моему, говорит, он прямо из всей этой коробки самый такой необычный. Я с ним абсолютно согласна, просто не вижу, наверное, его на девушке. Ну, на себе, по крайней мере. Я вижу его на девушке. Конечно же, все ломаты от Лилабо заявлены как унисекс. Ну, вот этот вот конкретный, немножко не моя тема. Вот так вот выглядит. Не буду показывать, что я ему здесь написала. Фу. Для кого? Это такое личное. Вот так вот немножко закрою. Пачули 24. О чем аромат? Аромата копченого виски. Знаете, бывает такой сорт виски. Который пахнет такими копченостями. Вот этот аромат пахнет виски. Мой муж обожает виски. Он очень разбирается. Японские виски. Всякие-всякие-всякие. Короче. Я не буду вдаваться в подробности сейчас не о виске, сейчас о аромате. И вот первое, что мне пришло на ум, когда я этот аромат ощутила, тем более, когда он его нанес на себя, это аромат вот этой вот подкопченности. Виски, сухофрукты, может быть, знаете, чаи. Есть такой чай, лапсан сушен, он копченый. Я вот этот чай очень люблю. И тоже есть отголосок в этом аромате. Потом это все уходит в шоколадное пачули. И это такой кайф. Нужно подождать где-то час, может быть, минут сорок. Ну, в зависимости, если там вы активно чем-то занимаетесь, наверное, он разогреется на вашей коже быстрее. Но вот этот вот потом шоколадно-теплый, обволакивающий аккорд, который абсолютно видоизменяет этот аромат, он бесподобен. Аромат вот просто, он действительно выделяется из селения Келелаба. Он может с первого такого нюха немножечко вас оттолкнуть, показаться таким странным. Но на самом деле он просто шедевр. На мой взгляд, это шедевр. Он очень идет моему мужу. Я прям... Ну, вот знаете, когда вы покупаете подарок-аромат своему близкому человеку, которого вы очень хорошо знаете, это так интимно, это здорово. Вы выбираете, вы ориентируетесь на его вкус, вы ориентируетесь на его привычки, на его... Ну, как бы на его образ жизни, да? И вот этот вот аромат, он ему прям вот абсолютно подходит. 100% шлейфовый невероятно, стойкий невероятно. Я пришла домой, он его носил, у него был день рождения, он его сразу, конечно, нанес. А потом утром я отвозила сына в школу уже на следующий день. Вернулась, вот, то есть открыла с улицы квартиру, и она просто вся благоухала в почуле 24. Невозможно. Невозможно красиво, невозможно приятно. Это вот первый аромат, который я хотела вам показать. Аромат моего мужа. Это новинка, лилаба почуле 24. А два года назад я ему подарила Maison Francis Korkidjan Grand Soir. Вот видите, как он использует редко. Хотя он им очень любит пользоваться. Особенно, когда он ходит на какие-то встречи, когда у него какие-то дела, деловые дела. Я им никогда не пользовалась так же, как не буду пользоваться. Никогда почули, это его. Это как бы ассоциироваться должно только с ним. Вот этот аромат, он, конечно, божественный. Он, опять повторюсь, он очень стойкий, очень шлейфовый. Если вот, например, я открываю шкаф, в котором муж хранит свои одежду, свитера особенно, из шкафа пахнет именно Grand Soir. Но сейчас вот они, видимо, будут биться. Grand Soir и почули. Это амбра. Это теплая, горячая, уютная. Какая-то невероятно такая вот обнимающая вас. Амбра, аромат теплый, аромат изысканный, аромат, знаете, привлекающий к себе внимание. Он мне даже говорил, что его несколько раз спрашивали, пару раз в лифте обращались к нему, что у вас за аромат. То есть он прям вот привлекает к себе внимание, хотя он наносит прям вот один пшик вот сюда. Все, на весь день. Достойный. Достойный представитель Куркиджана, маэстро. Достойный представитель. Если ищете аромат, такой, вы знаете, королевский. Королевский аромат для своего любимого человека, я бы присмотрелась. Вот Grand Soir. Будь то девушка, будь то мужчина. Я знаю, что девчонки и девушки любят тоже этот аромат. Я бы сама бы с удовольствием, наверное, его носила. Но нет. Он не мой. Он не мой. Он будет мой. Так. И следующие ароматы, которые есть у моего мужа, которые он тоже носит. Ну вот не так часто, как вот Куркиджана, например, да? У него был Jazz Club от Maison Margiela. Реплика в такой вот маленькой мензурке. Я ее разбила благополучно. Он там уже совсем чуть-чуть оставалось. Нравился ему тоже, потому что он пах виски. Он пах чем-то таким успокаивающим, расслабляющим. А вот этот аромат, он уже очень у нас давно. Я ему еще его дарила, когда мы жили в России, когда мы жили в Москве. Ну, прям я даже не знаю, затрудняюсь ответить вообще вам, когда он появился у нас, у него. Мы его носим вместе. Это двойка для мужчин от Comme des Gersons. И меня тут просто пронзило такое открытие, почему я не купила ветивер от L'Ellaba. Очень похоже. Очень. Мэн двойка, Comme des Gersons и L'Ellaba ветивер созданы одним и тем же парфюмером, марком Макстон. Марк Макстон, по-моему, да? И очень похоже. Вот эта перечность, вот эта вот такая терпкость. Невероятное, невероятное для меня это было такое открытие, знаете? Потому что я пыталась, пыталась, ну, хотелось мне что-то такое ему подарить с ветивера. Вот, оказывается, у нас уже все есть. Вот такой вот аромат бесподобный, красивый ветивер L'Aden. Как я уже сказала, перчик. В общем, очень классный. В стойкости, конечно, ему можно, ну, как бы он уступает в предыдущем двум, но тем не менее. Дальше аромат от Николев. Уд. Он у них заявлен как мужской. Но я его тоже иногда ношу. Крайне редко, потому что я не очень люблю удовые ароматы. Ну, это такой королевский уд, королевский, королевский, хорош. Хороший, породистый, громкий такой в меру. Такой он прям вот, ну, знаете, прям такой гурманский уд. А здесь я даже слышу какую-то розу, какую-то немножечко маслянистость. То есть, тоже специи. Но, в целом, конечно, это древесный аромат с лидирующей нотой уда. Очень красиво, очень ладно скроен, ну, как все Николев ароматы. Я, вы знаете, люблю ароматы Николев. Вот, ну, он его носит, наверное, уже года четыре. Вот. Ну, сколько-то там относил. Любит его носить лето. Он, несмотря на его, как бы, можно подумать, такую тяжеловатую удовую ноту, он невероятно освежает, такой рефрешеный делает вам. Такой вот, знаете, интересный аромат. Можно подумать, что он вроде как и освежающий, и можно подумать, что он такой вечерний, гурманский, такой тяжелый. В общем, тоже смотря, видимо, под настроение. Вот такой вот аромат Николев уд. Тоже его носит с удовольствием. С удовольствием. Том Форд Амбо Абсолют. Вот этот аромат мы носим вместе, хотя мой муж на мне его не любит. Ну, я так иногда, очень редко, потому что он просто. Он термоядерный, он несмываемый, он очень стойкий. По-моему, уже снятый. По-моему, да. Амбра. Тоже великолепная амбра. Более какая-то, если можно сказать, такая лакричная. Специевая, нежели у Киркаджана. У Киркаджана она более такая гурманская, бархатистая, такая вот вальяжная. Амбра. Здесь больше такой вот, ну, прям, конкретно идет удар. Удар такой вот прям жгучий амбровой ноты. Красивый. Очень красивый. Вот носим вместе. Ну, это был аромат мужа. Он, по-моему, даже вот. Он его сам себе покупал. Или ему дарил кто-то. Но это был, как бы, такой вот запрос. То есть он его прям именно хотел. Хаббит Руж от Герлен Спорт. Я никогда этот аромат не любила. Но вот он, вот, смотрите. У нас рекордсмен по использованию. Красивый, пряный, свежий, лимон, цитрусы, лайм, какие-то травки. Ну, прикольно. Почему нет? Мне вот все, что с приставкой спорт, немножечко как-то отдает чем-то таким вот уходово-бритвенными мероприятиями. Там, знаете, вот такие пенки для бритья могут так пахнуть, еще что-то. Ну, вот он ему нравился, хотя я его на нем практически не слышу. Но это этот туалет. В общем, показываю вам. Не могу сказать ничего плохого о этом аромате, но и, как бы, какого-то всякого яркого впечатления он у меня никогда не производил. Более того, я даже его и не слышала особо на нем. Следующий аромат это Noir Epis. Ну, или Epis. Ну, короче. Черные специи от Фредерик Маля и Мишел Рудницко. Бесподобные черные специи тоже изначально. Это был аромат моего мужа. Сейчас мы им пользуемся вместе. На нем больше розы. Вот на нем прям сразу такая лидирует, такая красивая, даже немножко запудренная. Немножечко такая вот подпеленная немножко роза, немножко ретро. На мне здесь больше специй. На мне он более горячий, более такой яркий. А на мужу, наоборот, более нежный. Не знаю. Разные типаж кожи, разные, наверное, энергетика. Энергетика тоже играет важную роль. Черные специи Фредерик Маля носим вместе с удовольствием. Причем в любое время года. Раньше я его носила в основном летом. Сейчас... О, в основном, sorry. Зимой, потому что он был такой согревающий. Сейчас попробую носить летом. Это вообще... Это вообще бомба. Ну, то же самое муж. В общем, под настроение. Носим под настроение вместе. Вот прям... Это вот прям таки наш общий аромат. Следующие два аромата будут от... Как бы это ответвление, я так понимаю, от бренда Mikalev. Линейка называется G-Nagman. G-Nagman. И автор... Жан-Клод Астор. По-моему, да. Но я, если ошиблась, я напишу. Два таких аромата. По-моему, в линейке их было всего три. И они выходили как-то лимитировано. И сейчас их, по-моему, даже и нету в продаже. Но вот нам повезло. У нас есть два таких аромата. Третий аромат муж кому-то подарил, по-моему. И вот эти два они разобрали между мужем и между сыном. Вот это вот аромат сына. Он ему очень понравился. А это вот аромат моего мужа. Кстати, если мы говорим о нашем ребенке, очень любит духи. Очень любит парфюмерию. То есть у него есть вот прям четкое понимание, что ему нравится, почему, когда это носить, под какую одежду. Ну, это прикольно. Я его не учила. Я его там пузырьки в нос не сувала, чтобы он там нюхал их. Вот ему самому просто интересно. Так, вот этот вот аромат. Первый такой вот красивый, очень-очень тяжелый такой флакон. Вот прям конкретно с собой не возьмешь никуда. Так, путешествие. Джин Нажман. Этот аромат называется Эмир. Здесь 100 миллилитров. Крышкой можно так кого-нибудь... Вот он мне нравится больше, чем второй. Сейчас расскажу о нем. Это красивый, ну, не хрустальный, наверное. Ну, вот такой, знаете, переливчатый фужер. Фужерный аромат с такими вот прям, знаете... Ну, вот он даже как будто бы шипровый аромат. С чем? Вот он зеленовато, пряный. Не знаю, почему, мне кажется, вот он шипровый тоже. И он пахнет немножечко джином. Вот джин, знаете, джин хороший такой, бомбей, например. Джин бомбей. Если вы в него добавите лайм, если вы в него добавите розмарина, вот каких-то таких трав. Ну, не просто вот вы будете джин с тоником пить, с водой, там, с ледом. А если вы добавите именно вот что-то такое интересное в него, и вот этот тоник пузырится, вот эти вот травки. И вот это вот как-то вот мне немножко напоминает этот аромат. Он очень крутой. Кстати, почему-то мне прям захотелось его на себя нанести. Ну, правда, он очень пахнет джином. Я люблю джин. Вот если кто-то имеет доступ, если кто-то был знаком с этим ароматом, если у кого-то есть этот аромат, напишите, права я или нет. Вот эта вот специфичная горчинка джиновая, которая дает вот этот вот вкус прекрасный, да. Горечь, пряность, вот этот вот сбор вот этих трав, которые содержатся в этом напитке. Вот этот аромат именно так пахнет. Очень, очень крутой, очень мне нравится. Стойкость прикольная. Ой, какое-то слово, господи. Простите, у меня сползает все время это пончо. Это пончо. Оно как бы и должно так сползать, но я не знаю, как это для видео нормально. А стойкость хорошая, стойкость отменная. Шлейф прекрасный. Я обонял, имела честь обонять его на своем муже. Не так уж часто, к сожалению. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы он носил его чаще, потому что аромат очень достойный. Я не знаю, может быть, он еще есть в продаже, но если нет, то, конечно, это обидно. Он прекрасный. Он прям, знаете, вот я прямо сейчас вдохнула, вот это горечь. Горечь, прям проникающая вам под небо. Под небо, как будто вот вы реально выпили что-то такое горькое. Очень здорово. Хороший. И следующий аромат, который... О, нет, этот аромат Эмир, простите. Это Эмир, а это... Ле Седюктер. Ле Седюктер. Не знаю, что это такое, Ле Седюктер. Надо посмотреть по... Вот, покажу вам. По-французски, что это обозначает. Ле Седюктер. Почему-то я решила, что он Эмир. Нет, Эмир это это. Прошу прощения. Аромат Эмир. Аромат Эмир, тот же автор, Жан-Клод Астор. Тот же очень мощный, увесистый флакон с увесистой такой крышкой. Вот, кстати, посмотрите, какие у меня сегодня клипсы. Я что-то решила сегодня так нарядно. С увесистой крышкой. Вот, он нравится моему сыну. Для меня он немножечко... Передоз. Передоз с удом. Это удовый аромат. Уд со специями, уд с перцем. Какой, как это? Приправленный уд. Приправленный специями удовый аромат. Давайте я его нанесу. Я помню, у меня сын даже ходил куда-то к кому-то на день рождения, и вот им надушился. И вот он прям вот у него пах вот здесь. Хорошо, кстати. Ну, это вот, если предыдущий ле-сидюксион я могу сама носить, как оказалось, он вот прям, знаете, ну, он прекрасен. Он прекрасен, я его буду носить. То вот это для меня, ну, это чисто такой мужской, брутальный, очень, как бы сказать, такой храбрый, храбрый аромат для открытых сердцем, ищущих приключений на свою пятую точку. Вот в нем есть какой-то такой вот дух авантюризма, да. Вот такой вот аромат, очень удовый, вот прям вот, кто любит уд, пожалуйста. Но вот здесь уд мне нравится меньше, чем, например, вот в этом аромате. Тут более он как-то, ну, я не знаю, они, наверное, везде натуральные. Судя по этой цене. Ну, здесь он более роскошно звучит. Более роскошно, более объемно, более вот прям, ну, если можешь так сказать, натурально. Ну, давайте скажем натурально. Здесь как-то он немножко, ну, как-то что-то не то. Вот такой вот аромат Эмир. И последний, заключительный аромат, который есть у моего мужа, это нам подарил его друг, он им не пользуется, и вот мы его, ну, я, я сказала, ну, ты не пользуешься, давай, почему у тебя лежит такое богатство, надо этим пользоваться, надо, ну, короче, он мне подарил. Вот, точнее, мы поменялись. Я ему дала Атермес аромат, а он мне вот этот. Это Герлен Арсен Люпин. Вот такой вот аромат Герлен Арсен Люпин. Очень клевый, очень... Очень клевый. У меня прям какие-то появились слова-паразиты. Аромат, знаете, кажется вначале ярким, и вот вы будете ожидать... Я, например, ожидала от него какой-то прям такой вот волны яркой, но он на самом деле очень как-то сидит близко к коже, ну, может быть, на моей коже, на коже моего супруга. Не особо шлифит, какой-то вот такой тихий, знаете, несмотря вот на первое впечатление. Первое впечатление от него было прям вот такое вот... Что прям море эмоций и вообще... Древесный, древесный аромат с ладаном. Красивый, по-герленовскому, так вот прям классично собранный, очень такой эстетский. Мне кажется, подойдет, ну, вот прям вот красивые деловые костюмы. А потом вот пересел на свой байк, одел шлем, снял пиджак, одел какую-нибудь классную куртку и поехал куда-то на приключения. Вот есть в нем что-то такое. Да, он подойдет и так, и так, и так, и так, под разные абсолютно ситуации. И опять повторюсь, этот аромат я сама с удовольствием носила зимой. Зимой, летом не пробовала, надо попробовать, как он вообще будет. Зимой мне он очень понравился, но повторюсь, он вот, если вы любите шлейф, если вы любите такие громкие ароматы, которые обращают на вас внимание, это не вот эта история. Может быть, на мне, может быть, на ком-то еще он звучит более раскованно, скажем так. На мне он как-то так немножко скукожился. Вот такой заключительный аромат моего мужа, Арсен Люпин от Герлен. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите, какими ароматами пользуются ваши спутники или спутницы. И будем общаться. Всегда приятно вас читать, всегда приятно вам отвечать на ваши комментарии. Море тепла, море каких-то вот приятных эмоций от вас я получаю, заряжаюсь. Спасибо вам большое. Все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.